Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня поговорим о женских хитростях и косметических находках. Что же я делаю для того, чтобы макияж лежал ровно? Перед нанесением тонального средства, тоником, я снимаю излишки уходовых средств. Таким образом, тональное средство будет лежать ровнее. Если тональное средство не очень мне подходит, например, сушит кожу, при нанесении его я добавляю немного косметического масла. Просто смешиваю оба средства на запястье и наношу пальчиками на все лицо. Использую лореаль или клоранс. Для того, чтобы добиться более естественного эффекта в макияже, я всегда сравниваю тон шеи и лица. Для того, чтобы слегка перекрыть впадины и темноту под глазами, я использую консилеры. Если консилер плотный, он будет собираться в мимические морщины. И чтобы этого не случилось, я наношу консилер только во внутренний уголок глаза и на синячок. На внешний угол глаза я никогда не наношу плотное тональное средство. Если пробор на голове слишком выделяется или на висках видны отросшие корни волос, то вы можете смело использовать корректор. Специальные спреи для этих целей найти довольно сложно, да и цвет не всегда совпадает с цветом ваших волос. Поэтому вы можете использовать, как и я, простой корректор, либо бронзер, либо тень. Просто найдите те, которые подходят под ваш тон волос. Если любимые духи не слишком устойчивые, то на помощь вам придет обычная гигиеническая помада. Нанесите ее на внутреннюю часть запястья и немного за ушки. Аромат будет держаться гораздо дольше. Надеюсь, ролик был для вас полезен. Жду ваших комментариев. При этом я прощаюсь с вами, желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Продолжение следует...